МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала Ягуль Нуржакин. Сегодня в выпуске. В Караганде неизвестные жестоко издеваются над бродячими собаками и убивают их. Целое кладбище растерзанных животных обнаружили зоозащитники в районе Федоровских дач. Зимой на эти дачи приезжают охотники. Они охотятся на зайцев. Ну и между делом, развлекаясь, они охотятся и на вот этих собак. Жители Караганды считают, что в составе заграничных продуктов есть химические вещества, которые опасны в употреблении. Санитарные врачи заявляют, что к ним не поступало ни одной жалобы. Замечания исправлены, пожелания выполнены. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса имени Геннадия Головкина в Майкудуке подходит к завершению. Целое кладбище растерзанных собак обнаружили карагандинские зоозащитники в районе Федоровских дач. Живодеры приманивают собак на живца. Подобный геноцид четвероногих вызвал негодование любителей животных. Они заявляют, что преступников нужно ловить и передавать полиции. Стоит отметить, что в последнее время издевательство и жестокое обращение с бродячими животными наблюдается не только в нашем регионе. Это кадры расстрелянных собак, которые обнаружены в районе Федоровских дач. Жуткое видео погибших животных сняли на камеру зоозащитники, приехав в очередной раз покормить их. По словам волонтеров, раньше собак в этом районе было много. Однако в последнее время кто-то намеренно начал их истреблять. При этом методы расправы выбираются самые жестокие. Мало того, что собак расстреливают, так нередко еще и издирают с них шкуры. Это были охотники, которые приехали просто поразвлекаться. Они поубивали собак и бросили их там. Когда женщины приехали, следы были еще свежими, собаки были еще вот-вот убитыми. У одной из этих собак были щенки. В том месте, где их нашли, там практически могильник. По словам сотрудников ДВД области, никто в правоохранительные органы с заявлением не обращался. Полицейские советуют очевидцам неправомерных действий запоминать номера авто или особые приметы преступников. Также о подобных случаях нужно сообщать по номеру 102. У сотрудников службы отстрела должны быть подтверждающие документы. Если их нет, это преступление, добавили стражи порядка. Напомним, что согласно статье 316 Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными налагается штраф либо арест до 60 суток. Айям Амрина Жасулам Акулбеков, Баужан Ирмагамбетов, Первый Карагандинский. Недавно в социальных сетях была опубликована информация о наличии ГМО и пестицидов в овощах на рынках Казахстана. Например, овощи и фрукты из Китая не соответствуют требованиям. Это можно заметить как по виду, так и по вкусу, уверяют горожане. Тем временем специалисты из Департамента по защите прав потребителей области заявляют, что к ним не поступало ни одного заявления. Сегодня карагандинцы боятся покупать заграничные продукты. Приходя в магазины и на рынки, горожане тщательно выбирают овощи и фрукты. Как говорят специалисты, натуральный продукт быстро портится и теряет внешний вид. А продукты, напичканные химикатами, имеют товарный вид еще долгое время. Это выгодно предпринимателям. Я беру казахстанское все. Зарубежное нет. Белорусское масло взяла, ну безобразное по составу. Я беру. Ну вот, допустим, я узнала, что некоторые, хотя несмотря на то, что у нас есть закон, что мы, допустим, молокосодержащих продуктов писали о том, сколько процентов молока и всего остального. Некоторые, как и наши, в принципе, местные, они пренебрегают этим и пишут, вместо того, что там и растительные жиры содержатся, и сухое молоко содержатся, они пишут, что это натуральное коровье молоко. Например, томатная паста, там тоже химикатами. А вы казахстанские и зарубежные продукты? Казахстанские. А зарубежные? Нет. Почему зарубежные? Потому что там много всякой химии. По мнению специалистов из Департамента по защите прав потребителей, жалоб никаких не поступало. Ежегодно проводятся специальные исследования, где их выявляют продукты, опасные для народа. Однако в 2016 году из исследованных 6000 проб пищевой продукции, несоответствующих, выявлено 166. В результате проверок сняты с реализации и уничтожены 42 356 килограмм продукции. Департаментом по защите прав потребителей и территориальными управлениями ведется активная санитарно-просветительная и разъяснительная работа с поставщиками, реализаторами и производителями пищевой продукции о запрете реализации опасной продукции, несоответствующей нормативной и технической документации, имеющей явные признаки недоброкачественности, не имеющей документов производителя, маркировки с истекшими сроками годности и фальсифицированной пищевой продукции, которая представляет опасность жизни и здоровья человека, животных и окружающей среде. В 2017 году Департамент по защите прав потребителей области запланировал исследование пищевых продуктов, в том числе фруктов на содержание ГМО. Только в 2016 году было исследовано 124 пробы на содержание остаточного количества пестицидов в овощах и фруктах. Несоответствующей продукции не выявлено. Осель Созамбаева, Жакслык Нуртая, Бауржан Гермагомбетов, Первый Карагандинский. Подходит к завершению строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Майкудуке. Его открытие запланировано на весну. Напомним, в сентябре прошлого года было принято решение назвать комплекс в честь прославленного казахстанского боксера, чемпиона мира Геннадия Головкина. Первый заместитель Акима Карагандинской области Солбек Дусибаев посетил комплекс и ознакомился с ходом работ. Вот так здание нового физкультурно-оздоровительного комплекса выглядело в сентябре прошлого года. Тогда здесь встретились первый заместитель Акима области Солбек Дусибаев и чемпион мира, прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин. Его именем решено назвать новое спортивное сооружение. В Казахстане есть маленькие игрушки, которые делают? Понимаете, что там? Их нет. Подушки на стенах есть? Их нет. Спортивные растяжки есть? Их нет. А это же бокс. Эволюция нас живет. А это уже не то, что ты пришел, время попрыгал и все, и пошел. Нет, это же есть элементарь, на чем на рыбах появится. Скоро, сила. А вот так физкультурно-спортивный комплекс выглядит сегодня. Подходят к завершению отделочные работы. Проектом предусмотрены спортивные залы, бассейн, зал бокса и тяжелой атлетики, два футбольных поля. Ввод комплекса позволит увеличить количество жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, на 1500 человек. В ходе ознакомления со спортивными залами Асалбек Дуйсибаев встретился с ведущими тренерами области, которые дали разъяснения и высказали пожелания по необходимому оснащению тренировочных помещений. По итогам посещения первый заместитель Акимобласти дал поручение учесть все замечания и пожелания тренеров при сдаче объекта в эксплуатацию. И обеспечить соответствие всех спортивных залов и спортивного инвентаря международным стандартам и требованиям для проведения соревнований различного уровня. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса имени Геннадия Головкина планируется весной текущего года. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил оставить 26-ю статью Конституции в прежней редакции. Предложение основано на мнениях и замечаниях граждан страны. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания рабочей группы по конституционной реформе. В 26-й статье Конституции страны говорится о том, что граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. В рамках конституционной реформы в этой статье предлагалось заменить формулировку о ее гарантии гражданам Казахстана на слово «каждому». Эта поправка вызвала споры в обществе. Многие рабочие группы на местах предлагали не изменять статью. В обсуждение конституционной реформы активное участие приняли и карагандинцы. Они подготовили порядка 30 предложений. Новость об отказе от изменения 26-й статьи нашла горячую поддержку среди населения Караганды. Хочу выразить благодарность всем тем людям, которые были активными участниками того согласования, того толкования этого закона. И направили свои пожелания об отмене этих изменений и оставлении 26-й статьи в былом звучании. В будущем, думаю, согласовываясь с народом, после толкования среди широких масс населения принимались бы такие законы. На заседании рабочей группы глава государства также отметил, что проведена большая работа по сбору, обработке, анализу и обсуждению предложений по проекту конституционных реформ, вынесенных на всенародное обсуждение. Нурсултан Азарбаев подчеркнул, что все вносимые изменения придают особый импульс развитию страны. И этот шаг является важным. Андрей Тен, Баужан Ермагометов, Первый, Карагандинский. Земля по закону, прекратим захват. Согласно специальному плану ведется работа над недопущением нарушений прав государственной собственности на землю. Более полутысяч проверок провели специалисты областного управления по контролю над использованием и охране земель. В итоге 180 нарушителей получили административные взыскания в виде штрафов на сумму свыше 37 миллионов тенге. Такие цифры были озвучены на специальном брифинге. Основными видами нарушений считается неиспользование или нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и нарушение прав государственной собственности на землю. Акиматом области совместно с региональной прокуратурой утверждена региональная дорожная карта. Согласно этому документу планируется изымать земли, которые используются с нарушением. В целях регионального использования землепользователями пахотно пригодных земель в области на 2017 год утвержден план по вовлечению сельскохозяйственных оборотов неиспользуемых пахотно пригодных залежных земель, в том числе орошаемых. В текущем году планируется вовлечь сельскохозяйственным оборотом 151 тысяч гектаров. Также хотелось бы отметить, что за отчетный период вовлечено сельскохозяйственным оборотом 367 тысяч гектаров сельхозугодии. 2 миллиона тенге. Именно такой штраф наложен на более 200 пользователей земель сельскохозяйственного назначения. Специалисты считают, что самым эффективным методом воздействия стало повышение налоговой ставки. Также в рамках совместного плана действия в 2016 году в Департамент государственного договора Карагандинской области для повышения налоговых ставок направлены сведения по 166 хозяйствам на площади 412 тысяч гектаров. А по итогам 2015 года сведения были направлены по 83 сельхозсубъектам, то есть на 201 тысяч гектаров. В результате в 2015 году дополнительно в бюджет поступило около 800 тысяч тенге. В настоящее время управлением проводятся судебно-претензионные работы по изъятию сельскохозяйственных земель в отношении 4-х крестьянских хозяйств на общей площади более 4 тысяч гектаров. В настоящее время на сайтах местных исполнительных органов размещены разделы под названием «Земля по закону». Они предназначены для обращений и заявлений граждан по фактам нарушений. Данная работа находится на постоянном контроле областных властей. Осель Сазамбаева, Жакслык Нурта и Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовал третий этап аттестации государственных служащих. Согласно указу президента, в этом году в Карагандинской области аттестацию должны пройти свыше 2000 чиновников Корпуса Б. 1 марта аттестационная комиссия приступила к работе. Бахтияр Габдулович Аешев на государственной службе уже 20 лет. Сегодня он руководит государственно-правовым отделом аппарата Акима Карагандинской области. Вместе со своими коллегами, госслужащими Корпуса Б, он принимает участие в аттестации. Бахтияр Габдулович признается, что, несмотря на большой опыт работы, испытывал некоторое волнение. В любом случае есть какое-то определенное волнение. Не сказать, что оно очень сильное, потому что 20 лет стажа говорит о том, что у меня есть опыт огромной работы. Скажу так, комиссия настроена доброжелательно. Никаких, скажем, вопросов с подвохом нет. 2442 государственных служащих Карагандинской области будут аттестованы в нынешнем году. В первом полугодии экзаменовать будут только госслужащих Корпуса Б. 1 марта аттестационная комиссия приступила к работе. На собеседование оценивают потенциал 928 сотрудников. Их личностные качества. Проверка знаний законов не предусмотрена. Ну, данная аттестация отличается тем, что на этот раз в государственном случае на знание законов тестирование не будет проходить. Только здесь определяется потенциал государственного случая, занимаемой должности. В состав комиссии вошли депутаты Маслехатов и руководители областных управлений. Было отмечено, что такая массовая аттестация проводится впервые, но именно она поможет сформировать по-настоящему профессиональную армию госслужащих. Уверен, что вся та работа, которая у нас проводится, работа эта проводится впервые в стране. Сама аттестация, массовая, массовая, единая аттестация всех государственных служащих, она проходит впервые и позволит выявить и для нас уровень подготовленности всех служащих Корпуса Б, определить слабые и сильные стороны и позволит в конечном итоге сформировать профессиональный государственный аппарат. В зале, где проходит аттестация, размещены 43 персональных компьютера. Это дает возможность принимать в день около 200 человек. Прокуратура Октябрьского района в прошлом году защитила права 15 несовершеннолетних. Такие данные были озвучены на брифинге в региональной службе коммуникации. Установлено 9 неблагополучных семей, которые не занимаются воспитанием детей. Прокуратура Октябрьского района Караганды ведет работу по защите прав несовершеннолетних. В прошлом году установлено 9 неблагополучных семей, имеющих 17 несовершеннолетних детей. На брифинге также была затронута тема предстоящего паводкового периода. По результатам анализа прокуратурой выявлен ряд проблем по организации взаимодействия между государственными органами по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера. Иными словами, в случае сильных паводков чиновники не смогут договориться между собой о слаженных действиях. Как вам известно, в 2014-2015 годах вследствие паводков рабочий поселок в сортировке были затоплены ряд домов, погиб крупный, мелкий, рогатый сход. И вот в 2016 году мы эту работу проанализировали и приняли ряд мер. Кроме того, прокуроры сообщили, что в прошлом году были проведены проверки на объектах здравоохранения. Выявлены факты складирования более 6 тысяч списанных препаратов с неистекшим сроком годности. По актам прокурорского надзора, 7 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Бауржан Гермагометов, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. Карагандинская копилка вновь пополнилась наградами. На этот раз хореографический коллектив «Танцевальный калейдоскоп» одержал победу в международном детском конкурсе хореографического искусства. Завоевали детишки две золотые и две серебряные медали. Поздравляем! 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 Хореографический коллектив существует 7 лет. Несмотря на короткий срок, танцевальный калейдоскоп уже успел заявить о себе не только в Казахстане, но и в странах ближнего зарубежья. Люба Тангиева занимается в коллективе всего два года. Уделяет репетициям большую часть свободного времени. Сейчас Любе 11 лет и в планах у девочки стать настоящим профессионалом, а также открыть собственную школу танцев. Гордость за коллектив, то, что мы выиграли и заняли хорошие места. Поднимается настроение. Как говорит руководитель хореографического коллектива Ирина Апт, самая главная трудность – это организация. Сейчас в танцевальном калейдоскопе занимается 70 человек и уследить за всеми бывает трудно. Но, несмотря на это, каждый ребенок имеет возможность проявить себя и выступить на сцене. Детки у нас занимаются с двух лет. То есть ритмика, переходящая в танец – танцы народов мира. Плюс мы занимаемся модельной ходьбой. У нас есть показ национальных костюмов и сценический показ «Апорте шляп». В данный момент мы занимаемся модельной ходьбой на пуантах. Но это будет премьера ближе к июнь месяц. Конкурс длился два дня в городе Чимкент. Хореографический коллектив «Танцевальный калейдоскоп» выступал в четырех номинациях. Всего поучаствовать в конкурсе поехали 50 детей от 4 до 11 лет. Несмотря на усердные тренировки и бесконечные репетиции, юные танцоры получили положительные эмоции и заряд энергии, которого хватит, чтобы идти в новый путь за большими победами. 3-1. Таков счет в серии плей-офф между карагандинским клубом «Сарарка» и «Чеховской звездой». В четвертом матче в дополнительное время карагандинские хоккеисты победили со счетом 2-3. Уже с первых минут матча хозяева площадки начали расстреливать ворота Валерия Перетягина. Но в первом периоде карагандинский голкипер раз за разом выручал свою команду. А в самом начале второй 20-ти минутки нападающий Александр Шаров от синей линии поразил ворота Сарарки. Стоит отметить, что болельщики на трибуне оживились, ведь это первая шайба в воротах карагандинцев за второй домашний матч. На 37-й минуте хозяевам удалось забросить вторую шайбу. Но за 30 секунд до конца второго периода Михаил Анисин, автор вчерашней единственной шайбы, записал на свой счет еще один гол. 2-1 после второго периода. В третьем отрезке игры команды прибавили в скоростях. Атака сменялась контратакой. Много мощнейших бросков демонстрировали армейцы и карагандинцы. Но оба голкипера играли надежно. На последней минуте основного времени матча наставник Сарарки принимает решение сменить воротаря на шестого полевого. Тактическая уловка сработала. Артур Сарваров забрасывает вторую шайбу в ворота звезды, переводя игру в овертайм. Однако не успел овертайм начаться, как тут же закончился. На 62-й минуте нападающий Олег Ломако поставил точку в этом поединке. 2-3. Следующий матч карагандинский клуб «Сарарка» проведет у себя дома 4 марта. Соперником вновь выступит чеховская звезда. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амазово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!